Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня пеку пироги с ягодой. У меня это будет темный фиолетовый крыжовник. Очень вкусное дрожжевое тесто, несложное в приготовлении. В принципе из него можно будет испечь пироги, пирожки с любой начинкой. В теплое молоко я всыпаю сахар. Сухие дрожжи перемешиваю. Накрою полотенцем, оставлю для активации на 5-10 минут. Затем добавляю желтки, растопленное сливочное масло, растительное масло и нужно не забыть добавить немного соли. Еще раз перемешиваю. Теперь в несколько приемов добавляю просеянную муку. У меня ушло всего 500 граммов. Мешиваю тесто. Должно получиться нежным, мягким, эластичным. Готовое тесто перекладываю в подпыленную муку чашку, накрою целлофаном и поставлю подходить в теплое место на 1 час. Тесто увеличивается в 2-3 раза за это время. Я его снова перекладываю на рабочую поверхность, слегка обомну руками. Из него сделаю два небольших пирога. Поэтому тесто сначала разделю на две равные части, а затем каждую часть еще на две части, большую и меньшую, для верха и низа пирога. Руки рабочей поверхности слегка смазала растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Большую часть раскатываю в пласт толщиной около пол сантиметра. Формой я застелила бумагой для выпечки. Перекладываю сюда подготовленный пласт теста. Для начинки ягоду я предварительно промыла, просушила. Добавляю сахар. У меня это 1 столовая ложка и крахмал, тоже столовую ложку. Перемешиваю аккуратно. Подготовленные ягоды распределяю по тесту и теперь раскатаю оставшуюся верхнюю часть для теста. Получившейся лепешкой накрываю пирог. Нижние края теста поднимаю, прищипываю к верхнему тесту. Получившийся сшов, прижимаю к тесту. Готовленный пирог смазываю взбитым желтком напополам со сливками. Пирог поставлю на расстойку примерно на 20 минут. Аналогичным образом я сделаю второй пирог, только делать его буду уже в прямоугольной форме. Можно обойтись без формы, делать пирог просто на противне, но в форме пироги лучше держат форму, не расползаются. Когда пирог подошел, поднялся, сверху острым ножом сделаю небольшие надрезы в центре и 4 небольших надреза по краям. Пирог ставлю в разогретую до 180 градусов духовку. Минут на 30 ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу дам остыть в форме минут 10, затем выну его, переложу на решетку и накрою полотенцем. Такие ароматные, румяные, красивые, аппетитные пироги получаются. Тесто хорошо поднялось, получается мягким, пышным, все идеально пропеклось. Повторюсь, начинка может быть любая по вашему желанию. Мне остается пожелать вам приятного аппетита, хорошего здоровья, всего самого доброго и до новых встреч на видео!